Дорогие друзья, это программа о средиземноморской кухне. Я сегодня буду готовить в средиземноморском стиле, потому что есть какие-то базовые рецепты этой кухни, а есть уже твои фантазии. Надо знать базы. Базы я знаю, поэтому сегодня будет легкая, вкусная, сбалансированная еда. У меня сегодня будет паста и соус из тыквы с уткой. Это можно будет назвать утиное рагу, да, в соусе из тыквы. Значит, я сейчас возьму сотейник, небольшой сотейник, добавлю сюда тыкву. Тыква у меня уже, слава богу, видите, какая. Она уже очищена от кожицы, с ней совсем нетрудно работать. Я ее, тем не менее, нарежу, чтобы она лучше, так сказать, вошла. Она сейчас будет нарезана, но я сейчас маленький нагрев включу под сотейником, чтобы он уже согревался. Тыква – главный символ осени в Италии. В честь тыквы проводят фестивали и готовят из нее самые разные блюда. Ее используют в приготовлении соусов для пасты, ризотто и для десертов. И вот мне столечко тыквы надо. И сейчас быстренько еще луковица. Я сразу сюда еще брошу немного чеснока, чтобы у меня был чеснок под рукой. Быстро очищу, потому что я начну все-таки с лука. Тыква у меня сегодня номер два. Она будет по очередности. Вот так и чесночок. Вот так. Я сейчас лук нарежу произвольно и немножко протомлю его в самом характерном для Средиземноморья масле. Это, конечно же, масло оливковое. Значит, вот лук. Я сейчас буду жарить лук так, как это делают в Средиземноморье. Ребята, лук и вот буквально немножко чеснока. И сейчас моя рука уже тянется за оливковым маслом. К пюре из тыквы я добавляю оливковое масло Гранди Олива. Это нерафинированное масло Экстра Верджин, то есть с первого холодного отжима. Это масло придает глубину вкусу любого блюда, поэтому много оливкового масла не бывает. В оливковом масле полно ценных жирных кислот из группы Омега-6 и Омега-9. Каждая из них помогает сохранить здоровье. Главное выбрать качественное масло. Сегодня я использую премиальное оливковое масло, которое изготавливают в Греции, в знаменитой Олимпии, на родине Олимпийских игр. Оливки для него собирают вручную, затем их очищают от ветвей листьев, промывают и почти сразу отжимают, потому что иначе может повыситься кислотность. А низкая кислотность – это один из показателей качественного масла. Кислотность масла Гранди Олива необычайно низкая, меньше половины процента. Такой результат возможен только из-за максимально бережного отношения к производству масла. Вот и сейчас масло я налью в сотейник с луком и чесноком. Вот смотрите, относительно много. Я сказал, что масла много не бывает. И вот вы знаете, вот в стиле Средиземноморья это не будет такая уж агрессивная жарка, а это будет такое прогревание в масле, потому что масло Extra Virgin нельзя агрессивно нагревать. Жарить в нем можно, но вот так вот спокойно. Я бы сказал, что это больше такое, знаете ли, пассерование в масле. Потому что мне важно, чтобы лук и чеснок отдали ароматы через масло, потом всему остальному. Вот сейчас это будет происходить. Мне надо здесь, конечно, так посматривать, да, потому что, не дай бог, чтобы лук не начал жариться с золотисто-коричневой корочкой. Я вот не хочу этого допускать, вот совсем не хочу этого допускать. Сейчас я немножко еще полюбуюсь этим процессом. И тогда можно аккуратненько наверх положить уже тыкву. И пусть она пока немножко лежит, придавит мне лук, чтобы он чуть-чуть лучше еще контактировал с маслом. То есть, иными словами, я первое время перемешивать не буду. Вот так. Это есть. Теперь я еще подготовлю помидор. Я возьму еще помидорную стенку для того, чтобы придать легкую помидорность. Значит, как я буду это делать? Вот так. Вот так помидор на четыре части. Удаляю семенную коробочку. И сейчас я коробочку произвольно нарежу. Там пару семен, если попало, мне уже это не страшно. И вот так поверх тыквы еще положу пока. Сейчас я уже чувствую по запаху, что можно уже перемешивать. Вот так. И теперь будет такое пассирование уже совместное всех этих овощей. Могу даже теперь уже добавить соль и сахар. Это соль. Немножко она вытянет эффективнее влагу. Из продуктов это сахар. Утка, знаете ли, ребята, любит сладкие вкусы. Вот поэтому здесь будет все-таки сахарок. Вот еще немного ждем, чтобы было у меня здесь прогрето все равномерно. Я сейчас возьму апельсин и сниму с него цедру. Утка и апельсин это всегда брат и сестра. Я только не знаю, кто из них брат, а кто сестра, но они брат и сестра. Мне еще понадобится сок апельсиновый. Но я если сначала выжму сок, потом я не сниму цедру, потому что уже цедра, кожица будет такая дряблая. Поэтому я сейчас вот овощечисткой тонко снимаю цедру. Италия богата цитрусовыми. Поэтому часто сок апельсинов и лимонов используют в итальянской кухне как добавку к мясу, первым блюдам и особенно к десертам. Сок цитрусовых придает блюдам приятную кислинку, а цедра яркий аромат. Чтобы не очень-то видеть, у меня практически на цедре нет белой части. Но мне вот столько хватит. Цедры я немножко сейчас уберу, все-таки белую часть, вот так ножичком, да, срезаю параллельно доске. Вот так. Еще раз взбадриваю тыкву и все компоненты. Вот, видите, лук остается белым, он не окрашивается так, как и должно быть. Сейчас здесь происходит просто, да, такое соединение вкусов. И теперь я цедру нарежу соломкой и помещу ее в холодную воду. Она немножко потеряет свой характер цедры и может чуть-чуть даже свернется, да, не будет такой прямой. Сразу налью холодную водицу и сюда пока временно положу цедру. Пока придет время ее использовать, она уже будет у меня не такая агрессивная. Сейчас я нарезаю, не торопясь, такую тонкую аккуратно соломку. И она поступает, вот видите, в холодную воду. Мягче ее будет вкус в результате. Есть. Проверяю тыкву. Вот здесь уже все хорошо. Вот теперь я могу залить это водой, чтобы под крышечкой растушить тыкву, чтобы она стала мягенькой. Мы же все-таки соус делаем. Растушивание тыквы. Сейчас доведется до кипения и я уменьшу нагрев. Я выжму апельсиновый сок. Я могу это сделать просто прямо выжимая сок через сито, даже без цитрусового пресса, просто в мисочку. В большую, чтобы мне попадать было удобнее. Вот так. Мне много сока не нужно, вот как раз сок одного апельсина. Вот он какой. Есть. Этого достаточно. Поработаю с уткой, потому что она сырая. Я должен удалить кожу, потому что у меня будут кусочки утки. Вот когда мы подаем целую грудку, например, жареную, а у меня именно грудка утиная, то ее жарят с кожей и подают с кожей. А сейчас я хочу утку нарезать ломтиками. И ломтики с кожей плохо, потому что с каждого ломтика кожу не удалишь, потому что далеко не все едят кожу и правильно делаю. Поэтому я сейчас кожу удалю. Но она мне пригодится. Я из нее вытоплю жир, потому что мне надо будет утку обжарить. Я хочу это сделать на утином жире, чтобы сохранить утиный вкус. Это я вот так удаляю утиную кожу. И вот теперь немного кожи я нарежу и ставлю сковородку. И сразу положу жир, пусть он начинает здесь немножко вытапливаться. А уточка, смотрите-ка, уточку я нарежу вот так поперек. Видите? Вот это уже будет болванка для изготовления, так сказать, утиного рагу. Но сегодня рагу надо будет взять в кавычки, ребята, потому что рагу – это когда блюдо тушится в соусе, в небелом. А я сегодня утку тушить не буду. Я ее подам и сразу уже с соусом, чтобы уже на пасте, когда это все будет лежать, это уже будет рагу. Но это будет раздельно приготовленное рагу. Я вот что хочу до вас донести. У меня есть тимьян, и он будет использоваться немножко для ароматизации утки на определенном этапе. Я сейчас немного вот так вот листиков, видите, руками аккуратненько сниму. Много не надо. Все, вот этого достаточно тимьян. Значит, когда вот размягчится у меня уже тыква, тогда я ее разобью. Смотрите, что я сделаю для стабилизации консистенции тыквы. Ну, это уже вы понимаете, что будет тыквенный соус, да? Я возьму хлебушек, сниму корочки и добавлю немножко прямо в тыкву, которая сейчас тушится. Вот хлеб мне будет стабилизировать соус. Вот, наконец-то, зашкварчала уже утка, утиная кожа. Вот еще немножко. Вообще говоря, некоторая альдентность вот еды, это такой неплохой признак средиземноморской кухни, ребята, да? Чтобы продукты не были переготовлены, чтобы их не подвергать агрессивной тепловой обработке, чтобы они сохраняли свою полезность и ценность. Рутиного жира мне достаточно сейчас. Вот так. И, наверное, я могу сюда бросать утку. Да, неплохо. Сейчас загрета. Быстрое обжаривание утки. Если быть точнее, запечатывание, да, утки? Видите, не потекла утка. Температура высокая, и ни одной капли сока из утиного филе не выделяется у меня. Все, она запечатана слегка. В сковородке сейчас еще, видите, много вкусностей осталось. И смотрите, что я теперь делаю. Я беру, помните, апельсиновый сок? И смотрите, что я делаю. Я его выливаю в сковородку. Сейчас сковородка, апельсиновый сок смывает все прижарки в сковородке, и все вкусы мы оставим себе. Я в него добавляю тимьян. Вот тот самый. Сейчас апельсиновый сок превратится в сироп. Я даже дам маленькую щепотку сахара сюда. И у меня получится концентрированный сироп апельсиновый. Вкусный до ужаса. С тимьяном. Есть. Смотрите, я процеживаю. И теперь можно хорошенько перемешать. Чуть-чуть утка закровила, да, но это нормальное явление. И вот теперь вот эти ломтики утки после тепловой обработки будут у меня промариновываться вот этой выпаркой апельсина и тимьяна. Вот это очень важная часть моего сегодняшнего рагу. Значит, это есть. Теперь я могу поставить воду для варки пасты уже. Я буду всегда готов в любой момент начинать варить пасту. Вот так. Ну, я вам должен сказать, ребята, что пасту можно подавать двумя способами. Можно пасту прогреть в соусе и подать с дополнительным гарниром. А можно пасту подать чистой и потом сверху залить соусом. Вот я сегодня буду делать так. Я не буду пасту прогревать в соусе. Паста, соус, утка. Вот это сегодня будет мой алгоритм работы. Я приготовлю еще один элемент вкуса и одновременно, возможно, декора. Я сейчас сделаю пасту из тыквенных семечек. Значит, вот семечки. Тыквенные семечки. В тыквенных семечках есть тоже тыквенное масло. Но я хочу, чтобы здесь присутствовало масло оливковое тоже. Добавлю сюда соли. Воду для пасты я тоже посолю. И добавляю сюда оливковое масло. И попробую все это бить до пастообразного состояния. Оливковое масло. И начинаю бить. Есть. Это достаточно. Я пока эту пасту из тыквенных семечек уберу в сторонку. И вот теперь я уже разобью будущий рагушный соус. Есть. Я люблю, чтобы соус был идеально гладким. Поэтому я все-таки его протру сейчас. Вот так. Время попробовать соус на всякий случай. Может быть, есть необходимость скорректировать. Прекрасный цвет. Отличный. Кстати, тыква это весьма характерный вкус Италии. Потому что в Италии тыкву очень любят. Там проводятся праздники тыквы, фестивали тыквы. Поэтому Италия. А Италия это и есть, может быть, даже такой, знаете ли, символ Средиземноморья. И теперь, ребята, пришло время готовить саму пасту. Сегодня я буду готовить с пастой, у которой необычная форма. Она называется фунгетти от гранди паста. Название фунгетти произошло от итальянского слова фунго, значит гриб. В процессе изготовления тесто совершает несколько оборотов вокруг центральной оси и формирует причудливую форму в виде гриба со шляпкой. Родина этой пасты считается Неаполь. Именно там производят самые необычные современные виды пасты. Я выбрал фунгетти, потому что благодаря необычной форме и шероховатой поверхности этот вид пасты великолепно удерживает соус. Что касается качества. Конечно, как и полагается в настоящей итальянской пасте, фунгетти от гранди пасты изготавливают из муки только твердых сортов пшеницу по традиционным итальянским рецептам на бронзовых матрицах, благодаря которым поверхность становится такой текстурной и шероховатой. Приготовьте фунгетти от гранди пасты. Это возможность попробовать настоящую итальянскую пасту в домашних условиях. Вскрываю, значит, внимательно. Я прочитал упаковку, потому что время приготовления знает только изготовитель. Вот здесь декларировано 11 минут аль денте, 16 минут не аль денте. Я буду готовить аль денте. 100 граммов обычно пасты сухой берут на порцию. Очень важно сразу перемешать после добавления в кипяток, чтобы паста не приварилась ко дну. Никакого оливкового масла добавлять не надо. А вот я вам, ребята, говорил про бронзу. А вы подумали, к чему бронза? Смотрите, когда в старой Италии макаронные изделия готовили в бронзовых машинах, как делают вообще макароны? Это огромная мясорубка. Там идет тесто шнеком и вставят решетку, называются фильеры. И у этих фильеры могут быть разные. Меняй решетки, у тебя получится разная паста. Так вот, внутренняя поверхность этой мясорубки покрыта бронзой была исторически. Потому что бронза дает шероховатость пасте. А это увеличение ее площади поверхности. И тогда паста лучше берет соус. Это очень важно. Современные машины, они тефлоновые. Потому что тесто и к бронзе не прилипает, и к тефлону. Тефлон современный материал. Но на выходе из тефлоновой машины получается гладкая паста. Так вот, гранди паста используют все-таки бронзовые машины. Вот в чем кайф. Эта паста всегда шероховатая и как будто бы немножко мукой присыпана. Вот это характерный признак того, что паста серьезная. И видите, хорошие производители всегда делают окно на своей пасте. Чтобы ты видел этот продукт. Чтобы упаковка была не глухая. Значит, у меня есть сыр с голубой плесенью. Он не просто так здесь лежит. Я сейчас его нарежу на ломтики. Он мне очень вкусово украсит мое блюдо. Знаете, ребята, какая теория вкуса есть? Вкусным является, так сказать, в идеале то блюдо, где существуют одновременно все известные вкусы, которые умеет чувствовать человек. Основных вкусов четыре. Сладкое, кислое, горькое, соленое. Если тебе удается в одном блюде совместить четыре вкуса, все женщины твои. Это я мужчинам говорю, да? Поэтому давайте посмотрим. Сладкое сегодня есть, потому что у меня был апельсиновый сироп с сахарком. Есть. Соленое, понятно, есть. В блюде есть соль. Горькое. Горечь есть в плесени этого сыра. И кислота есть, опять же, в апельсиновом соке. Поэтому у меня в этом блюде есть все четыре вкуса. Поэтому рецепты ваши просто взорвутся от этого блюда. И, так сказать, вы не сможете жить без этого блюда уже никогда. Не обязательно, конечно, но хотя бы три вкуса должны быть. А когда четыре, это уже хорошо. Пока у меня варится паста, я еще подготовлю петрушку. Потому что петрушка – это символ Средиземноморья. Я имею в виду зеленый символ. У меня будет петрушка. Петрушка есть. Надо уже быть хорошо готовым к подаче. Я должен не забыть апельсиновую цедру. Чтобы она не была мокрой, я ее предварительно обсушу. Выложу ее на салфетку. Вот она чуть-чуть, да, краешки загнулись. Она уже очень неплохая. Луточка. Сейчас я ее сначала взбодрю ложкой, а потом быстро выложу на сковородку. Вот, смотрите. Вот такой финальный прогрев. Сейчас еще эта глазурь апельсиновая загустеет чутка. И будет совсем хорошо. Все, есть. Сейчас откидываю пасту. Она немного стекает. Для блеска, для аромата чуть-чуть пролить оливковым маслом. Потому что она не прогревается в соусе, эта паста. Поэтому уместно так поступить. Выкладывание в тарелька. Вот как раз хорошая порция. Теперь вот так, шалашиком маленьким, плесневый сыр. Потому что будем, когда перемешивать пасту, он в нее войдет и расплавится. Но опять же, я хочу, чтобы тот, кто будет есть, чтобы этот сыр видел, идет тыквенный соус. Сейчас он проникает в том числе вниз. Вот так. Теперь я выкладываю утку вот в этой апельсиновой глазури. И глазурь я, конечно же, сейчас попаду глазурью на утку. Теперь немного петрушки крупной, грубой. Вот такой кондовой. И сверху, как доминанта, как аромат, пошла апельсиновая цедра. Цедра, я чуть было не забыл, тыквенную пасту, да. И я сейчас двумя ложками делаю маленькие, такие вот кнелечки. Они пойдут фрагментарно к основанию той горки, которую образует утка. И вот когда все это, сама паста, ну, понимаете, технология употребления здесь понятна. Надо, в общем-то, все перемешать. И есть уже таки все вместе. Вот так. Вот теперь все. Дорогие друзья, я сегодня приготовил свое личное средиземноморское блюдо, потому что средиземноморская кухня, она безгранична. Есть некоторые каноны. И если ты их знаешь, ты можешь готовить в этом стиле по-своему всю свою жизнь. Потому что, повторяю, средиземноморская кухня бесконечна. Так что смотрите на каноны, смотрите эту кухню, и тогда ваша еда будет всегда легкой, сбалансированной и вкусной. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok